Девятнадцатая часть И так сделаем. В режиме коллекционера заходим. Я сейчас обыскал все, но не нашел его, и поэтому я предполагаю, что скорее всего мы получим его за правильное распределение героев и злодеев. Быстро двигаемся к моменту, где мы получим этот предмет. Быстро его получим. И двинемся дальше по игровому сюжету. Не могу пропустить сейчас заставку. Все, что можно пропустить, я буду пропускать. Видите, так под конец, можно сказать, этого раздела положили этот предмет. С первого раза очень тяжело его взять. Мы могли бы в этот раз повыбирать другие варианты ответов, поскольку это режим коллекционирования, который не влияет на наш сюжет. И вообще было бы интересно услышать даже сейчас, что нам скажет мама Лайлы, когда мы скажем, что это звонит Шон. Ну, может быть, я мог бы использовать лаптопа Стивенс? Я уже сто лет не считал, что в мире происходит. И здесь, если мы сразу пытаемся уйти, Шон говорит, может быть, за ноутом посидеть? Вообще, можно даже не звонить, оказывается, Лайлы. И уйти. Может быть, ты можешь... Так, давайте в этот раз представимся Шоном. Здравствуйте. Миссис Парк? Да? Можно мне поговорить с Лайлой, пожалуйста? Кто спрашивает? Шон. Это... Шон. Шон. Шон? Шон Диас? Да. Лайла дома? Можно с ней поговорить, пожалуйста? Нет, нельзя. Что? Простите. Она не дома. Она в Белвью. В больнице. В больнице. Несчастный случай. Давайте спросим. Несчастный случай. Что-то интересно мне. С ней произошел какой-то несчастный случай? Боже, правый. Нет. Но то, что с вами произошло, сильно на нее повлияло. Ее замучила бессонница. Она сквала постоянное чувство тревоги. Нам пришлось положить ее на прошлой неделе, чтобы она там поправилась. О, боже. Нет. Лайла, ты многих причинил больше, Шон. И пожалуйста. Больше не звони сюда. Иначе я сообщу в полицию. М-да. Черт, Лайла. Я новый я друг. Не могу ей даже помочь. Прекрати думать об этом. Лайла серьезно нас переживает. Бедная девочка. Ладно. Ребята, отправляемся сразу. Интересно, в режиме коллекционирования, можем ли мы опять взять эту пивную крышку? Давайте сейчас посмотрим. Почему Даниэль меня не слушает? Может, я с ним слишком мягко. Да. В этом моменте, он, наверное, не потерялся один глаз. Так, да что ж такое? Когда пропускаю, она, видимо, не берется. Нет, ее можно брать до бесконечности. Ну, такой режим коллекционирования. Пивных крышек, хоть целый рюкзак набирай. Так, вот красиво то, что можно другие комнаты посмотреть из окон. И если нам даже никогда не удастся в них попасть, то увидите, что разработчики их проработали, хотя, может, это и не другие комнаты. Но нет, это похоже на комнату нашего, точнее, Даниэля, друга нового. Так, сейчас, правда, если он не подарит нам ничего, когда мы сложим и распределим злодеев и героев правильно, вот это будет интересно. Пропустить это нельзя. Да, главное, не прыгай с крыши. Безответственно. Класс. Ты ведь понимаешь, что это значит? Тебя кто угодно с улицы мог увидеть. Так это беды недалеко, это опасно. Вы меня понимаете? Да. Мы поняли. Мы будем осторожными. Это только наш секрет. Хорошо. Да, это мы уже читали. И никто не будет. Никогда. Теперь ты официальный член. Тимс! Так. Ну, поскольку это никак не влияет на сюжет, мы в режиме коллекционирования, то обойдусь. Мне не нужно супергеройское имя. Я сам по себе крутой. Ну же, мы будем называть тебя суперлохом, если не выберешь сам. Окей, ребята, я думаю, что мы готовы, чтобы играть. Конечно. Ладно. Хорошо. Я тогда с вами. Правда? Ура! Круто. Что-то Крис и Данилы не особо рады. Окей, команда. Конечно. Приходится тут стоять суперлохом. Видишь, радость взять. Ну ладно. Это все шутки, ребята. Так, перемещаем героев в героев. И вот они, злодеи. Интересно. Ну что? Ты молодец, ты всех угадал верно. Ты заслужил награду. А вот тебе межгалактический странник. Я такого же Данилю подарил. Ух ты, новый суверний мир. Так, в конце концов, в нашей команде семейная распаковка. Сейчас я тебя с ним познакомлю. Называется «Ачивка» за него. Так, это команда «Призрака», хорошие ребята. Мы помним о них. Мы уже один раз послушали. И благодаря этому ребята смогли взять с вами второй сувенир. Да. Надеюсь, это вам поможет, если вы еще его не взяли. Все, нам, по сути, можно выходить отсюда. Давайте спросим, тебе не страшно? Может, не стоит вот так показывать всем свое суперсилу? Злодей Монтроид наверняка следит за тобой, сам знаешь. Вот и отлично. Пусть знает, что от нас лучше держаться подальше. В общем, лучше никому про это не говори. Даже своему папе. Ммм, definitivamente не. Так. Ну, твой папа крут. Он сделал тебе классный домик на дереве. Да, он разрешил Стивену его построить. Это моя летающая крепость. О, точно. Я видел, каким ты его изобразил на портрете. С таким крутанским огненным мечом. Это я ему в благодарность за то, что домик построил. Я, конечно, капитан-призрак ему помогал. Ну, теперь... Летающую крепость придется чинить. Угу. Отстой. Папа вчера ее не смог подчинить. Ему было нехорошо. Он сказал, что подчиним, когда мы вернемся с ярмарки. Крис... Это не мое дело, но... В общем, здесь мы приходим к тому же... Диалогу, который мы уже слышали. Что ты имеешь в виду? Я не знаю. Папа просто забывается, когда много пьет, но... Но у нас все хорошо. Не волнуйся. Он просто... Ну... Да. Я понимаю тебя. Но я надеюсь, что ты знаешь. Ты не один. Спасибо, Шон. Ну да. Мы смогли посмотреть те реплики, которые не видели. Там не продыхнуть. Окей, сквад. Попробуем. Странно, что мы не можем это пропустить. Но давайте дождемся, пока уже... Эпизод сам завершится, чтобы наверняка нам зачли предмет. Да. Помнишь, Данил, не спеши. Хорошо. Жизнь. Все хорошо. Так. Почему я это вспомнил? Че-то там... Far away from me. Ладно. Предмет мы получили в обход законов 2 из 2. Теперь можно просто нажать продолжить. И двинуться дальше. И в нашем сюжете. И в поиске еще одного коллекционного предмета. Он есть у нас в этом разделе второго эпизода. Будем внимательны. Будем исследовать все вместе, ребята. Мы на ярмарке. И здесь можно купить и выбрать елку. Упакованные... Елки. Скоро. Сколько елок можно продать в таком маленьком городке? Как они могут продать так много деревьев в таком маленьком городе? Интересная женщина. Здравствуйте, женщина. В красной куртке. В красном пуховике. Так. Welcome. Че у нас тут? To Beaver Creek Pine Tree Market. Папа каждый год хотел купить искусственную елку. Но мы не сдавались. Машина для обмотки елок. Класс. Интересно посмотреть, как она работает. Продавец. Прости, чувак. Но мне нравятся живые елки. Да, мне, кстати, тоже. Я никогда не поддерживал все это. То есть это тажетаж. Нам нужно выбрать самую гласную елку. Папа, можно Даниль нам поможет? Конечно, пусть поможет. Если кто-то и хочет... Так. Петра найдет быстрый дорогу Дэниэля. Пока он там ходит с Крисом. Если кто-то и хочет иметь елку, то искусственная вполне отлично справляется с этой задачей. С ней и мороки меньше. Так, фотостенд. Воу. Тот, кто нарисовал, это был явно пьян. Так, это какая-то девушка с гитарой. И я всегда стараюсь поддерживать уличных музыкантов, или которые в метро играют, или где-то еще. Это... Не знаю, у меня особая любовь к таким ребятам. Давайте посмотрим. У Чарльса с Крисом явно непростые отношения. Но они оба... Так, посмотрим. Судя по ее виду, она явно не местная. Ку. Ну, она собирает на еду, мы видим на ее табличке. Можем дать денег. Это не деньги, но... Ени сейчас, наверное, нужны больше, чем мне. Мы даем ей один доллар. Так, и можем даже послушать, что она поет. Или играет. Это я, это я, я, я пришел к тебе. Моя duality wakes. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У тебя красивый голос Тебе нужно выступать По телеку Приятно слышать Но если честно говоря, не мое Ненавижу телек и долбанный шоу-бизнес Ну, спасибо за песню И Удачи тебе Такие смешанные чувства Так хочется, чтобы у этой девушки все было хорошо Но Помочь мы Ей сейчас, наверное, не в силах, поскольку Эй Эй Сами нуждаемся в помощи Очень сильно А? Уже соскучился по мне? Что? Нет, то есть Да я прикалываюсь Я рада поболтать в коей-то веке Мы с друзьями зависаем тут уже неделю Всем Нас вообще пофиг Я гляжу, ты не местный Теперь да Не Не пойму, какой ответ Давайте теперь да Скорее наоборот Теперь Как-то Сложно Личная драма? Да Дафига Да, понимаю Даже слишком хорошо У вас с друзьями Как сюда занесло? Путешествуете? Не совсем Типа кочуем с места на место Ищем Всякую подработку Долгие, наверное, поездки Да нормально Мы ездим на товарниках Успеваем как раз отдохнуть Ух ты Прикольно Ты даже не представляешь Это бесплатно И охренительно клево Главное не попадаться И не падать Но нам пока что везет Это супер Никто нас не учит, как жить Никакие корпорации не указаны А вы катаетесь по всяким прикольным местам? Именно Следующая остановка Округ Гумбольд, Калифорния Ха, покурить травки? Как бы не так Мы будем там реально работать Шоан Шоан, чем ты занят? Мы с Крисом выбрали елку Она вся кривая, как старая ведьма О, привет А ты кто? О, у тебя такие клевые волосы Это парик? Ну... Ты сам как думаешь? Ммм... Не знаю Но они очень клевые Я Данил А тебя как зовут? Привет, Данил Я Кассиди Зачетный у тебя костюм супергероя Мы с другом выполняем секретное задание Оно очень опасное Сразу видно Надеюсь, вы успешно выполните ваше задание А как тебя звать? Оу Шоан Я... Я вроде уже говорил Теперь да Прости, мы слегка залипли Сколько ты заработала? Готова идти? Здорово, салаги Оу Это ваш песик? Такой классный Да, его жизнь потрепала Как и многих из нас Теперь он с нами А он еще и воняет Ага, ты воняешь И тебе это нравится, да? Не только он На волосы свои посмотри По-моему, у тебя там что-то шевелится Да, чувак Ты к ней лучше не подходи Она выглядит очень круто По-моему Видишь? Он знает, что я чистая Это ты у нас грязнуля О, да Вечно ты западаешь на провинциальных мальчиках Шутишь? Может, обсудим твои похождения, а? Чемпион Эй Не парься Так, пора валить Приятно было познакомиться, Шоан и... Даниэль Берегите себя, ребятки Пока Надеюсь, когда-нибудь встретимся на железяке Ага Бывайте Она такая милая собачка Скучаю по грибочку Я тоже Молодые люди Собак тут на поводке надо держать У нас слишком много бродячих Прайс, чувак Мы поводки не любим А город любят За собаку без поводка полагается штраф Так что... Штрафуют нашу милую псину? Фу, как некрасиво Бродяжничество тоже запрещено Вы ведь не местные, да? Я прав? Уймись, дружочек Нам что, на рождественскую ярмарку нельзя зайти? Наш песик тебя не съест Посмотри на него За словами следи А с вас бомжи одни проблемы А нам тут проблемы не нужны Ясно? Ё-моё У кого-то недотрах У него колеса закончились Ну всё Я вызываю полицию Боже мой, Финн Он сейчас купил на нас на траве? Остынь Мы всё равно сваливаем из этой сраной дыры Ё-моё, у вас тут даже Санфи нет Счастливого Рождества Гребаные паразиты Из-за чего они поругались? Не понимаю, почему он так разорался Шон, давай ему наваляем Проучить его И ничего не делать Проучить его Но здесь мы видим, что это С помощью Суперсилы Даниэля И хочется посмотреть К чему это приведёт Это опасно, конечно, ребята Они уже ушли И... Ну... Но вот тут Почему-то Хочется немножко Покуролесить Видишь снег на этой будке? Да А что? Может устроить этому мужику холодный душ? Ну, знаешь Чтобы он слегка остыл Ты прав Классно Сейчас Осторожно Осторожно Осторожней Так, ему и надо Класс Класс Ребят, я рад Что я сделал этот выбор Он получился именно таким Как я хотел Да, там Даниэль не переборщил Ему на голову не упала Вся ловина И не сломала шею Вот всё как должно быть Медиатор Видимо, это та девушка оставила Хочется, да Сказать, чтобы Мне бы хотелось Чтобы у этой девушки Всё было хорошо И даже Несмотря на то, что они Такие бродячие Музыканты Но главное, чтобы Там Не подхватило Какую-то болезнь Или Не подсела на какую-то наркоту И пусть всё будет хорошо Совсем не жалко Что мы дали ей доллар Возьмём Медиатор Может я когда-нибудь Научусь играть На гитаре Найден новый сувенир Юношеские страдания Мы получили С вами достижения Так Это ещё один сувенир Давайте теперь Посмотрим Во-первых У нас появился Межгалактический странник Я в детстве смотрел этот сериал Вот Далее Посмотрим этот инвентарь Тут Ничего нового Этого странника нам подарил Новый друг Даниэля В дневнике Записей нет Как-то Скудновато Здесь он его ведёт Можно сказать И Медиатор Вот так он выглядит Но Я оставлю там пока Хот-дог Что нужно сделать Выбрать Рождественский подарок Для Даниэля Я не оставлю Даниэля Одного Надо поскорее вернуться домой Жаль нам нельзя прийти И послушать Это мы уже видели Это мы уже видели Но я ещё раз прочитаю Слушайте Воспевайте дух праздника Рождественский хор Города Биверкриг 21, 22, 23 декабря С 18 до 19 Вы должны угадать Из какой Final Fantasy У меня стоит сейчас Самый Вам писать ответ в комментариях А мне Пресечь Любые попытки Отвечность От 100% Прохождений Я не знаю Но В моём списке Нет дел Которые могут быть важнее Нашего с вами прохождения Приходите петь Со всей семьёй Яблочные пироги Эк Хнок И другие угощения От Рэндальса И Кувера А на часах-то Полвторого ночи Чё ребятам не спится Вот мне всегда было интересно Так Старая игрушка Думаю у Даниэля уже полно сломанных игрушек Так Тут Сидор Папа бы приготовил Оттолено Рождество Какой-то густой получается Сидор Может это какой-то не совсем правильный перевод Или какой-то не совсем известный мне вид сидора Странно видеть это изобилие после месяца сплошных равиоли Рождественские таблички Продавец Говорить Потом будем Подарки Забавно, что во всех маленьких городках продают одинаковую фигню ручной работы Медведей мы купить не сможем У нас столько денег нет Ниже цен, чем у нас в Бивер Крик Чё там нет, да? Охренеть Да Интересно Рождественские открытки Всем привет Мы отлучились на годик, чтобы сбежать от копов А Даниэль освоил телекинез Хорошая Надеюсь, у нас всё отлично Хорошее Содержание возможного послания Так, рождественские венки Клэр и Стивен явно тащатся от Рождества И это точно им понравится Но у нас нету десяти баксов Давайте попробуем купить Чёрт Это явно мне не по карману Ящик для пожертвований Фургон Не Лучше не заходить за прилавки, чтобы не вызывать подозрения Было бы круто обзавестись таким до того, как попасть сюда Ого Это йо-йо? У Даниэля была дома такая игрушка Ему стопудово понравится Нет, красить ни в коем случае я не буду Нас, во-первых, могут увидеть Да, и Даниэль может спрашивать Где мы взяли Мало того, что мы совершим одно преступление Украдём, так ещё и совершим зло, что соврём ему, что мы его купили Значит, плакат Здесь всё совсем не так, как в Сиэтле Даже не знаю, смогу ли я привыкнуть Так Почтовый ящик Санты Дорогой Санта Мы хорошо вели себя в этом году Пожалуйста, объясни Что за фигня начало происходить? Дорогой Санта Мы были хорошие дети в этом году Пожалуйста, объясни это холодно, Месса Точнее, уже происходит Не начало происходить Я больше не попаду в город Это мой единственный шанс найти подарок для Даниэля Видимо, йо-йо Можно украсть Если вообще нет никаких денег И как бы, чтобы взять подарок Но у нас деньги есть Так что Мы не будем Это делать Нужно понимать, что у нас Сколько там? Там 9, да, баксов было? 8 уже, да Мы доллар отдали этой девушке Так, поговорим с продавцами Начнем с этой женщины Клэр и Стивен Я Наташа Трата, Рождество Классная коллекция Классная коллекция Спасибо Я их все сама сделала Ого Наверное, трудно их делать Да, особенно с учетом того, сколько денег они мне приносят В смысле? Люди уже не так охотно берут украшения ручной работы, как раньше Торговый центр отбил покупателей у всех магазинов города Как с ним тягаться? А люди еще удивляются, почему у нас безработица выше крыши Да, это отцой Но тут ничего не поделаешь, так ведь? Я предпочитаю верить, что решение есть всегда Сколь бы досадной не была эта мысль Впрочем, у тебя наверняка есть дела поважнее, чем слушать, как это четко вещает про проклятый капитализм Да, нет Не волнуйся Ну, все равно, спасибо, что выслушал Приятного тебе дня Естественно, ребят, я двумя руками за супермаркеты Ну, конечно, такой малый бизнес страдает из-за этого Нужно просто создать какие-то, даже не профсоюзы, а положения законодательные, которые защитят этих ребят, занимающихся малым бизнесом Но, понятно, что супермаркет Да, это и прогресс, это и надежнее, и безопаснее в некоторых случаях Так что Здесь просто хотелось по-человечески Ну, как бы Проявить не такое соучастие, поэтому я так ответил Эй, здрасте Доброе утро, молодой человек Приятно видеть новое лицо в нашем старом городке Спасибо У вас тут очень крутая ярмарка В маленьких городках лучше всего отмечать Рождество У кого ты живешь? Не хочется отвечать всем, где я живу Тем более, ребят, понятно, в каком мы положении Да, мы здесь проездом Живем в мотеле Я видел, что ты говорил с Чарльзом и решил, что Он Мой дядя, но Мы давно не общались Да, да Я думал, у него кроме сына никого Здорово, что ты к нему приехал В общем, добро пожаловать в Биверклик Обращайся, если что Так Мы продаем только местные товары ручной работы Подходите, смотрите Хендмейт, это хорошо И у нас совсем мало денег Поэтому, ребят Хочется покупать младшему брату лучшее Но не в нашей ситуации И Даниль должен понимать Дети, младшие братья должны понимать Что если есть какие-то финансовые трудности Ни в коем случае нельзя Устраивать какие-то Истерики Требования Чего-то классного Надо прививать детям это понимание Кстати, у нас пропала возможность Взять товары за 7, за 10 баксов Поэтому Мы Посмотрим Забавно, что во всех маленьких городках Продают одинаковую фигню ручной работы И возьмем Упробуем бобра Слишком дорого Так, можно посмотреть, кстати На бобра И можно посмотреть на еще вот этих медвежонков Медведи-патриоты в шезлонгах Охренеть Помню, как Тарас Дэниль сделал для меня милую ракету Так Что бы ей понравилось Откуда ж я знаю Черт Что возьми уже этого гребаного медведя Ну не Просто ей ничего из этого не понравится Она че, бухая? Пойдем в торговый центр? Да, пожалуй Ни хера себе Те ребята не мелочатся под Рождество Так Я не пойму Мы Взяли или не взяли? Деньги у нас 8 Не взяли Да как так-то? Может быть потому, что они Как бы нашего персонажа сдвинули? Или я что-то не так сделал? Так Взять И А, заплатить Можно мне Купить снеговика? Конечно Это ручная работа Местные дети делают Круто Вот Спасибо Что-нибудь еще? Не Не хватит Приятного тебе дня Да, вам тоже Спасибо Круто Задание выполнено А теперь Домой Пока Клэр и Стивен не вернулись Так Каждый венок уникален Скидка при покупке двух штук Давайте еще осмотрим Вот здесь елки Интересно, что станет с елками, которые не продадут Ясное дело, что станет Бетонные блоки Похоже, кое-кто тут любит орешки Надо изменить эту традицию И В Новый год Выходить и всем сажать по одной елке А не покупать и рубить А дома, как я уже говорил Если кому-то сильно хочется ставить искусственную Боже Значит, Данил Сноу Значит, Данил Сноу Значит, Данил Лепет еще не самых стрёмных снеговиков Данил Сноу Данил Сноу Данил Сноу Не так стрёмных снеговиков Так Видимо, друзья Все осмотрели О, машина для обмотки елок Ты же сам хотел сюда Хватит тебе уже дуться Это Кто говорит-то Вот это, да Гигантская машина по производству Чего? Презервативов Кандом-машин Так Окей Я просто выберу одну себе Не так много Извините, чувак Я предпочитаю, что мои пьесные деревья живые Угу Посмотрели этот уголок Ничего Упакованные елки мы осматривали Вот не бегает Шон Никак Хотя здесь можно было нормально вообще бегать Но И тут, ребята Надо было кое-что проверить Посмотрите Какие здесь красивые Горные пейзажи Зимой Все это на фоне Хвойного леса Воздух здесь, наверное Просто Чистейший Так Нас уже ждали Эй, ребята Вы готовы ехать? Да Готовы Отлично Залезайте Я гляжу, вы там вовсю веселитесь? Да Так я и подумал Так, но главное, чтобы сейчас новый приятель Даниэля не выпал И нас в этом не обвинили Я рассмотрел магазинчики Вы успели рассмотреть, ребят? Так Покупка елки Успешно завершена И вот мы подъезжаем к дому Даже никто не выпал, ребята Я один жду, когда во втором эпизоде начнет что-то такое происходить Потому что в первом эпизоде на нас Такое количество несчастья обрушилось, что уже Есть какая-то паранойя Похоже, Даниэля теперь есть новый брат Да вообще, кинул меня словно мячик Я рад, что вы сюда приехали Здорово, что Крис завел себе нового друга Да и ты, я гляжу, тоже Как ее звать? Давайте спросим, кого он имеет в виду Или лучше поговорим откровенно Кэссиди? Кэссиди? Кэссиди Хорошее имя Она тебе понравилась? Она просто денег хотела, она прикольная Ну Просто денег хотела, конечно, нет Так отвечать Я бы не стал, даже если бы она реально просто денег хотела Она прикольная Хороший ответ Она крутая, прикольная, да Ты слишком быстрый Ага, в общем, попал Я тоже рад, что выбрался из дома Но нас же сильно потрепало за последнюю пару лет Моя жена Эмили Умерла два года назад Сам понимаешь Крису туго пришлось Черт Сочувствую Сочувствую Нелегко это было Тяжелее всего Быть хорошим отцом Тяжело это, ребята Что тут еще добавить? И Гораздо тяжелее Чем звучит эта фраза Вы Стараетесь Со всех сил Крис классный И У него Очень живая фантазия Спасибо за такие слова У Крисов Талант Он отличный рассказчик Понимаю Прямо как Даниль Когда я смотрю на вас с Данилем Я вижу Насколько вы с ним близки И я понимаю, что у меня такая задача не по зубам Крис Должен жить в настоящей семье В общем Зря я завел этот разговор Просто Забей Все нормально Я не хотел вас огорчить У всех бывают темные и светлые полосы Верно? Такова жизнь У ваших бабушки и дедушки наверняка хватало темных полос в жизни Но они всегда помогали нам Нам с Крисом Они очень добрые люди Клэр очень строгая Они добрые Мама ушла Вот интересные варианты Я бы рассказал ему, что от нас мама ушла Но знаете, ребят В моменты, когда тебе человек открывается Делится какой-то своей болью Говорить в ответ Ой, а у меня знаешь Там тоже Там Ой, а у меня Еще хуже Там некоторые говорят Там У тебя там беда, не беда Вот у меня Проблема Это да Не надо Сейчас нам нужно быть чутким слушателем в данной ситуации И мне реально жалко этого мужика Просто Просто пипец как жалко Я даже Что за чертовски жалко Они хорошие люди, но Ну да У них своих заморочек хватает Прости, что поднял эту тему Ничего Надеюсь, они не волнуются Потому что мы еще не вернулись Да Пора домой Не стоит Заставлять их ждать Ну что, дружище Будем наряжать елку? Да Ну смотри Ведь я обгоню тебя на своем Пап-мобиле Тебе не обогнать, капитана призрака До скорого, супер-волк Так, так Это опасная игра какая-то Нужно Осторожнее, нужно Мы дома Есть кто? Клэр? Стивен? Стивен? Похоже, бабушка с дедушкой Еще не вернулись из церкви Хорошо Значит, они не отругают нас за эту прогулку Мне так понравилось гулять с Крисом на ярмарке Ну Ты рассказал ему все начистоту? Сказал ему правду? Да, да Сказал Ты знаешь, что мама Криса была художницей? Я не знал Что она рисовала? Она рисовала комиксы Ты бы посмотрел на ее рисунки, они очень классные Прямо как твои Спасибо, дружище Эй Эй Эм Что? В чем дело? Шон? Я хочу заглянуть в ту комнату Наверху Я знаю, что она мамина Пожалуйста Дэниэль, Клэр строго-настрого запретила Они психанут, если узнают, что мы там были А мы им не скажем Будем действовать скрытно Они ничего не узнают, если мы все провернем быстро Я просто... Очень хочу увидеть, что там внутри Посмотреть на ее вещи У Криса целая куча вещей, которые остались от мамы А у меня ничего нет Шон, пожалуйста Можешь не заходить со мной в комнату, если не хочешь Пофиг Пойду с тобой Чтобы там не натворил ты лишнего И братья поднимаются На второй этаж И мы получаем управление Но, конечно же, комнату мы будем с вами исследовать В следующей части Хотелось Дверь все еще заперта Только добавить, что в ситуации, в которую попал Наш Случайный знакомый, с которым мы ездили на ярмарку Ему бы... Точнее, не ему бы даже А его сыну было бы легче Если бы в семье был второй ребенок Если планируете, ребята, детей Я бы советовал все-таки одним не ограничиваться Понятно, что это гораздо сложнее Особенно для женщины Но... И ему бы сейчас, а тому мужчине было бы сложнее За двумя Но они бы как бы друг друга все равно поддерживали Им было бы вдвоем легче И потом по жизни Когда они станут взрослыми Если, например, с ним даже что-то случится Им будет проще держаться друг за друга Но это так На путь свет виртуозилы Так что Плодитесь и размножайтесь Ну, конечно, только в браке И приходите на следующую часть Я уже вас жду там, чтобы осматривать мамину комнату Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok